7 ноября в стране отмечается День воинской славы. 76 лет назад в 8 утра в Москве состоялся парад. Затем праздничные мероприятия стали отмечаться уже в других городах. Традиционно в парадах 7 ноября принимают участие курсанты военных училищ и войска силовых структур. Суворовское военное училище воздушно-десантных войск является единственным действующим Суворовским военным училищем, носящим почетное гвардейское звание. В этом году праздничный парад получил название «Урок мужества». А это значит, что начиная с красной даты в образовательных учреждениях стартуют открытые уроки, где подрастающему поколению расскажут о заслугах героев Советского Союза. Патриотизм воспитывается. Патриотами не рождаются, а патриотов воспитывают. Вот проведение парадов таких вот с участием детей, вот именно ребят, он и воспитывает чувство гордости. Я не первый раз этим занимался, но я скажу, что ребята очень переживают участники, и у них в душе остается на всю жизнь. Учить мужеству есть кому, а главное есть кого. На площади Ленина в День воинской славы среди гостей праздника преобладает молодежь. Это школьники, студенты, а также представители молодежных движений, в том числе участники международного фестиваля в Сочи. Я вижу эту молодежь непосредственно. Это просто другое поколение. Это поколение, с которым нужно учиться работать и с которым мы учимся работать просто другими способами. И я верю, что да. Если бы было нужно, то молодежь встала бы и пошла защищать свою родину. Всего праздничное мероприятие посетило около пяти тысяч ульяновцев. Среди гостей также были представители ветеранских общественных организаций, депутаты городской думы, областного законодательного собрания. В открытом уроке мужества принял участие губернатор Сергей Морозов. 7 ноября – это символ государственной преемственности и немеркнущей памяти народа. Долгое время это был главный государственный праздник страны – Красный день календаря. И мы с уважением относимся к этому символу целой эпохи нашего великого государства. После торжественного марша на площадь Ленина с показательными выступлениями вышел отдел специального назначения «Шквал». В день воинской славы в Ульяновске также состоялась церемония развода почетного караула и возложения цветов на территории патронного завода и железнодорожного вокзала. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова